В марте 1997 года Общество Сторожевой Башни, организация, управляющая деятельностью Свидетелей и Еговы, разослала тайное письмо каждому из своих 10 тысяч отделений в США и многим другим собраниям по всему миру. Организация дала инструкции о том, как именно следует скрывать свои секреты, проблемы и преступления. Все свои страшные тайны надлежало записать на бумаге, поместить и запечатать их в специальный синий конверт, после чего надежно спрятать. Как утверждают свидетели и Еговы, для греха или преступления необходимо два свидетеля, а это значит, несмотря на то, что жертв и преступлений неисчислимое количество, жертвы врут, ведь у многих преступлений свидетелей просто нет. О да, друзья мои, у свидетелей и Еговы есть еще очень много невероятных загадок и тайн, порой очень страшных, о которых вы до сих пор не знаете. Сегодня вы услышите много нового и узнаете о пяти самых страшных тайнах свидетелей и Еговы, то, что они пытаются от вас скрыть долгие годы. Удивительно, кто бы мог подумать, однако в научной литературе прошлого содержится информация о неком элементе, который имеет решающую роль в самых важных жизненных вопросах, целях и судьбе каждого человека. Великие ученые прошлого относились к элементу как к чему-то очевидному и очень важному. Сейчас элемент – тщательно скрываемая тайна, которую следует стереть из памяти и истории. Сейчас элемент, и все, что с ним связано – это запретная наука и тайная медицина. Я убежден на 100%, что мне вновь удалось обнаружить элемент, понять, что он из себя представляет и как взаимодействует с людьми и окружающим миром. Благодаря новейшим научным открытиям эта информация приобретает сенсационный оттенок. Друзья, у меня есть мечта, и мне очень нужна ваша помощь. Необходимо снять документальный фильм, который будет называться «Элемент». В нем будут содержаться ответы на все вопросы. Для того, чтобы сделать продукт максимально интересным и качественным, захватывающим, мне очень нужна ваша помощь. Прошу всех и каждого, кто увидит и услышит данный призыв поддержать создание фильма «Элемент» на сервисе Patreon или же с помощью сервиса «Яндекс.Деньги» или карточного счета «Приватбанк». Все те, кто поддержит фильм на Патреоне, обязательно получат много интересного и важного взамен. Все реквизиты и ссылки будут в описании под этим видео. Переходите по ним, делайте донаты и, главное, оформляйте подписку на мой Patreon. Николай Рерих говорил, «Последняя война будет войной за истину». Это она и есть. Скрытую правду об «Элементе» необходимо рассказать всем людям. Ведь в ней заключен ответ на вопрос, что происходит с нами, с окружающим миром и, главное, как этим управлять каждому из нас. Очень прошу вашей поддержки. Вы ждали перемен? С этого они и начнутся. Всех заранее благодарю. Мы можем помочь этому миру и можем все изменить. Предсказывая, что через секунду наступит конец света. Ну и еще через секунду. Пофиг. Озвучивая дату и уверяя, что именно в этот день наступит конец света на большую аудиторию, которой по итогу не наступает, я, по идее, должен терять эту самую аудиторию, которая должна понимать, что я врун и обманчик. Однако, видимо, не все люди умные и способны делать правильные выводы. Как минимум 20 концов света, которые были предсказаны в разные времена высшими функционерами свидетелей Иеговы, не сбылись. Не говоря уже о других, менее значимых событиях. То есть, чтобы быть откровенным, следует сказать, не сбылось совершенно ничего, ни единого предсказания. Факт лжи, увы, никак не повлиял на отток последователей из этой тоталитарной секты. И секта лишь прибавляла в количестве верующих. Ложь началась еще в далеком 1877 году, когда Чарльз Рассел, создатель секты свидетелей Иеговы, предсказал, что в 1914 году царство Христа установится на всей земле. Евреи, как народ, вновь обретут Божие благословения, и святые будут вознесены на небеса. Как мы все знаем и видим, ничего этого не случилось. Однако люди во все времена жаждали и жаждут наступления конца света, так, будто бы именно им гарантировано Царство Небесное. Или это мероприятие само по себе очень веселое и интересное. Поэтому первый несостоявшийся конец света свидетели Иеговы перенесли на 1916 год. И все успокоились. Далее, таких переносов было еще очень много. До того момента, когда 8 человек, якобы помазанники Божие, совет, восседающий в Нью-Йорке, управляющий Мировой Церковью Свидетелей Иеговы, не заявил в 1984 году, что конец ближе, чем окончание 20 века. Ну что ж, друзья, передаю всем привет из 2022 года. Ждите, свидетели, ждите. И не забудьте надевать на уши ваш любимый аксессуар, а именно лапшу. К сожалению, в современное время церковь – это не прибежище страждущих. И спасение душ – это прежде всего деньги. Деньги большие. Как хорошо, что этого никак нельзя сказать о свидетелях Иеговы. Они всегда такие скромные, небогатые и аскетичные. Ну или... На одном из храмов Свидетелей Иеговы красуется надпись «Но величественнее всего благотворительность». Я согласен с этим утверждением, но не тогда, когда это касается церквей. Итак, внимание. Секта Свидетелей Иеговы, например, лишь в 2016 году получила более 80 миллионов долларов пожертвований, заняв 18-е место среди всех прочих благотворительных организаций. Надеюсь, вы готовы к тому, что я скажу далее. Эта цифра касается лишь одной страны – Канады. То есть общая годовая сумма пожертвований по миру, скорее всего, с легкостью переваливает за миллиард долларов. Эти деньги со всего мира от обманутых последователей стекаются в США, в Нью-Йорк, в Бруклин, где в главном офисе восседает совет очень толковых и умных людей, торгующих раем и богом. Самое интересное, что в Канаде пробительство и контрольные органы присвоили свидетелям Иеговы и их благотворительным организациям, принимающим пожертвования от людей, самый низкий рейтинг финансовой чистоплотности – рейтинг Д, и дали им всего одну звезду из пяти, что означает, куда идут и как распределяются деньги – неизвестно. С учетом того, что мы не видим десятки бесплатных больниц, построенных в бедных странах, напичканных современным оборудованием, не видим десятки тысяч операций, которые оплатил высший совет свидетелей Иеговы, спасая страждущих детей по всему миру, деньги, конечно же, идут им в карман. В 1989 году организация «Сторожевая башня», управляющая деятельностью свидетелей Иеговы, утверждала, что христианская миссионерская работа будет завершена в 20-м столетии. Ну, то есть ходить к людям и стучать в двери, и проповедовать свидетелей Иеговы должны были прекратить после наступления 2000 года. Однако, как мы это знаем и как мы видим, этого не случилось. Далее формулировку 20-е столетие заменили на формулировку «наши дни». Ой, как удобно! Внутри секты свидетелей Иеговы существуют правила, которые должны исполнять все ее последователи. Свидетели Иеговы обязаны проповедовать не менее 8 часов в месяц. Это включает в себя хождение от двери к двери в надежде привлечь кого-то из людей, не входящих в организацию. В конце каждого месяца, внимание, свидетели Иеговы должны сообщать о времени, сколько часов они потратили на проповедь, сколько повторных посещений у них было, то есть, скольким людям они дали литературу и вернулись, чтобы поговорить с ними. Вся эта информация, еще раз внимание собирается на местном уровне, анализируется на национальном уровне и затем отправляется в штаб-квартиру свидетелей Иеговы. Если кто-то не проповедует в среднем по крайней мере 8 часов в месяц, ему позвонит один или два старейшины, чтобы попытаться побудить их улучшить свои показатели. Если они не улучшаются в своем служении, другие члены могут внести их в список неблагонадежных. В общем, слежка, списки, отчеты, навязывание чувства вины и давления. Все, как и во многих других тоталитарных сектах. Схема работы одинаковая. Ну а если бизнес приносит больше миллиарда долларов, пожертвований в год, за которые не нужно платить налоги, то зачем менять схему? Свидетели Иеговы очень негативно относятся к высшему образованию, считают, что его получать не нужно. Но действительно, зачем столь прибыльному бизнесу грамотные и умные люди? Понятно, что такие люди совсем ни к чему. Женщина, как считают свидетели Иеговы, должна подчиняться мужчине и слушаться его. А все члены одной семьи, конечно же, должны быть последователями секты. Свидетели Иеговы ценят семейную жизнь до тех пор, пока все члены семьи исповедуют и являются свидетелями Иеговы. В противном случае все усложняется. Например, если кто-то из членов не является свидетелем Иеговы, секта попытается ограничить ваше общение с ними. Если кто-то из членов вашей семьи когда-то был свидетелем Иеговы и либо ушел, либо был исключен из собрания, отлучен от церкви, семья будет полностью избегать его. Эта изоляция будет продолжаться до тех пор, пока член семьи не будет восстановлен в качестве свидетеля Иеговы. Если они никогда не будут восстановлены, избегание будет продолжаться до конца жизни этого человека. Вмешательство старейшин в семейную жизнь является нормальным у свидетелей Иеговы. Если у члена или у членов семьи возникают трудности, старейшины придут к ним. Обычно это включает в себя обсуждения, которые могут далее быть разглашены. Даже если это вопрос личных или интимных подробностей, касающихся семейного устройства. Вот так, друзья мои. Если не занимаешься самообразованием и не соображаешь сам, за вас будут решать и соображать другие. Каждая идея, каждое учение, каждая философия и даже религия, абсолютно все инструкции, сопровождающие нашу жизнь, важны лишь тем, на какие вопросы они отвечают. Насколько предоставлены и раскрытые ответы обширны, универсальны и совершенны. Насколько они точны для каждого человека в отдельности и для всех людей в общем. Дорогие друзья, моя новая книга в жанре нон-фикшн, восхождение, вышла. Я уже успел и сумел на самом деле обогнать главные бестселлеры прошлого и уже нового наступившего года. У меня есть небольшое количество книг, которые издательство дало мне, для моего комьюнити. Поэтому, если кого-то интересует эта книга, пишите по контактам, которые указаны под этим видео. А все книги я, конечно же, подписываю сам. Сейчас, в связи с тем, что деятельность свидетелей Иеговы во многих странах запрещается, они приняли на себя образ жертвы и борцов за веру и правду. В прошлый раз, после того, как я выпустил первый ролик на эту тему, многие сектанты писали мне и утверждали, что я на кого-то работаю и многое другое. Конечно же, мне на эти утверждения наплевать, это неправда. Однако я согласен с тем, что свидетелей Иеговы их миссионерскую религиозную деятельность необходимо запретить. И вот почему. В русскоязычных странах об этом почему-то нет практически никакой информации. А вот на Западе это целый скандал. В марте 1997 года общество Сторожевой Башни организация, управляющая деятельностью свидетелей Иеговы, разослала тайное письмо каждому из своих 10 тысяч отделений в США и многим другим собраниям по всему миру, так как они были взволнованы приближающимися правовыми рисками из-за возрастающих свидетельств и обращений в суд, касающихся преступлений, совершенных против несовершеннолетних. За последнее время было не меньше 20 таких обращений и дела были выиграны жертвами. В том самом секретном письме, разосланном руководством свидетелей Иеговы, прежде всего говорилось, как замалчивать такие преступления и держать их в тайне. Подобные ужасные случаи с несовершеннолетними были зафиксированы в Канаде, США, Великобритании, Австралии и многих других странах. Самое отвратительное, что по мнению свидетелей Иеговы, для реальности преступления нужны обязательно два свидетеля. А как известно, в таких делах между преступником и ребенком никаких свидетелей нет. Друзья, как я говорил ранее, существует теория, что мой канал находится в теневом бане, поэтому существуют определенные способы выхода из теневого бана. Вы можете прочитать комментарии под некоторыми моими предыдущими видео и люди действительно сообщают, что им не приходят уведомления о моих видео, хотя они нажимали колокольчик. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, все те, кто еще не проходил данной процедуры, пожалуйста, прямо сейчас отпишитесь от канала, подпишитесь, далее нажимаете колокольчик и нажимаете параметр для всех. Это действительно может помочь выйти каналу из теневого бана. В конце ролика, конечно же, хочу поблагодарить людей за донаты. Карася Михаила, Акишу Танискидис, Александра Гуркала, Рудовский Алексей и особенно отдельно Карловичу Ольгу. Ну, я вам скажу, что тот донат, который вы сделали, это на самом деле стоимость великолепного съемочного оборудования. Оборудование на два съемочных дня. Я вам могу сказать, что не вам, а вообще, еще буквально, я думаю, 4-5 таких доната, и можно на полном серьезе снимать уже полноценный документальный фильм об элементе. Спасибо вам всем большое и благодарю также людей, первых подписавшихся на мой Патреон. В Патреоне будут очень интересные, жесткие видео, которые я не буду выкладывать в Ютюбе, так как они будут блокированы. И да, новый ролик «Самый страшный секрет ислама» достаточно такой откровенный и смелый ролик, честный, будет изначально именно там, на Патреоне. Всего хорошего, друзья, будьте бдительны. Если вы посмотрели это видео, да, конечно же, вы и есть настоящее сопротивление. До новых встреч. И помните, друзья мои, грядут перемены. Редактор субтитров А.Семкин